Всем здравствуйте, дорогие друзья! Я нахожусь в моей любимой прекрасной хосте. По улице Платановой гуляю. Сейчас вот была в таком небольшом парке развлечений. Погодка портится, завтра-послезавтра дождь передают, это уже октября улица. В общем, по этой стороне я не так часто хожу, поэтому не могу сказать, что тут прям каждую улочку, дом знаю. Я обычно по Ялтинской, по той стороне, так сказать, СССР гуляю. Решила здесь прогуляться, еще есть клубики. Небольшие дела, это улица Октября. Погода сейчас самая комфортная, где-то 26-27 градусов. Секолог, кого тут только нет, друзья. Все для деток. Очень люблю хосту. Чем примечательно хосту? Тем, что здесь всегда все зелено. Еще испокон веков остались старинные, так сказать, деревья, растения, которым уже многим вообще по сотни лет. У него, конечно, ароматы природы. Как будто ты попадаешь куда-то, с одной стороны, в старину, да, то есть остались вот эти все здания, дома старые. А с другой стороны, как говорится, это лет 90-е в хорошем смысле слова. Вот здесь как раз, ну не прямо здесь, а в самой хосте, был затоп, да, когда у нас тут происходили разные такие катаклизмы недавно. Но я хочу сказать, что да, несмотря на то, что происходят разные вещи, не пугайтесь, так как это все-таки курортный город. Буквально день-два все это убирается, подчищается, ремонтируется и все приходит в норму. Для тех, кто хочет жить, так сказать, или даже остановиться на время в тишине, спокойствии, в таком как райском саду, хосты очень подходят. Хосты еще называют райом для пенсионеров. Сюда вот вышли. Потому что, ну, действительно, тут такой рай. Все, в шаговой доступности. Очень красиво. Кстати, зимой здесь также хорошо и летом. Так, как-то я опять кругами хожу. Все по своим любимым же местам и прохожу. Так, по-моему, кинотеатр, да, лучше. Потому что я тут, я говорю, в этом районе обычно бывает в том. Как раз туда. Вот на Платановой улице. Вот все стрелочка. Поэтому так и называется, потому что много платановых деревьев. На самом деле, тут такое количество и разнообразие, многообразие деревьев, цветов, что всех названия даже, ну, и местные не знают. Но пахнут они действительно великолепно. Даже те, кто уже принюхался. Вот здесь вот такое, так сказать, кофейни, рыночки. То, что тоже я очень люблю. Мы можем прямо на улице кушать, пить кофе. Убегать от музыки. Быстренько. В общем, такой милый. Бегом-бегом-бегом-бегом. Милый городочек. В общем, микрорайон считается хостом. Микрорайон. Здесь как раз знаменитый Ахун. И, в общем, можно на Самшитовую рощу сходить. Много-много разных экскурсий. Тут косички, как и везде. Идем гуляем. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Рыночки тут самые милые. Кстати, что тут еще самого классного? Самая свежая продукция. Продуктов, так сказать, да? Я знаю, что многие даже из других районов, в том числе и мы, даже когда жили в Кодепсте, ездили именно сюда. И на рынок, и на ярмарку. Здесь есть продуктовые магазинчики. Платановые, платановые. Кафешки. Поэтому народ очень часто сюда даже приезжает. И также можно спокойно перейти в подвесной мостик, попасть уже на ту сторону. Тут уже строят новые какие-то гостиницы. Но их тоже их начали давно строить. Очень много всего можно интересного. Я помню, заходила. Какое-то пшено, что-то еще продавалось. Здорово, конечно. Погодка куксится. Но, честно говоря, хоть одела такое довольно короткое платье, но оно кружевное. Поэтому даже если бы было еще на пару градусов больше, мне бы было в нем просто очень сильно жарко. Так что сейчас даже это спасает. В общем, там вот можно на ярмарку попасть. Можно попасть на рынок. Сейчас покажу. Хотела тут зайти в один магазинчик. Хлеб, да хмель, да бар, да шашлык. Какая прелесть. Я еще сегодня ничего не ела. Уже хочется есть. Конечно, очень такие красивые места. Как-то я была, кстати, здесь. Как-то была. Такая вот харчевинка. Так что, ну, я сейчас вернусь опять на свою любимую сторону, где я обычно всегда гуляю. Ну, а так, кто хочет. Мы сюда с ребенком, кстати, даже ходили. Тут частный детский сад был. Вот она, да. Ступенька. Сейчас тут уже школу они сделали, авторскую. А, ну вот магазин, про который я говорила. Сейчас мы зайдем, я думаю, что покажу вам. А там уже можно мостик приходить. Мне она очень нравится. Тут уже с велосипедами женщина заходит. Я считаю, что это прям реально такой классный. Особенный магазинчик. Тут и чечевица. Здесь не только приправа, а очень много всего такого полезного для здоровья есть. Гречка причем всякая разная. Ну, она, конечно, не дешевая, но зато, знаете, полезная. Помню, мы так с папой ходили, тоже брали всякие тут по весу, да, сколько хочешь берешь. Всяких разных. Риский индийский, риск такой, риск такой. Краснодарский, Акистанский. Не знаю, где у нас такой. В Краснодаре риск стоит. Расчет, не знаю. Можно даже, да, проходить. Ворола пшенот уже. Ну, в общем, полезное всякое такое для здоровья, да, здесь можно найти пшеницу. Так что, друзья, не только животное, да, такое едят. Люди тоже очень любят все эти клопи и прочее. Кому надо, вот знаете, что есть такой супер-мега-магазинчик. Даже есть мое любимое кокосовое молоко. Тут, конечно, все равно содержание читать. Прямо тут такое обалденное. Конечно, все это не дешевое, но того стоит. Кстати, есть еще мед, который я тоже хотела. Ну, мед можно, в принципе, много где найти. Но вот я хотела как раз взять кое-что-то, какое-сое молоко, еще что-то. Так что сейчас. Разные виды орешков. Такой полезный шоколад горький настоящий. Напишите, как вам такая натуралочка. Сейчас хочу кое-что взять. Манго даже есть. Ну, как бы, да, оно, конечно, стоит того, стоит денег, но это все такое очень полезненькое, натуральненькое. Сейчас хочу что-нибудь тут прикупить. Смотрите, а мука какая есть. Какой-то палбы, даже не знаю, что такое. Гречневая. В общем, можно все что угодно. Роженая, пшеничная, алтайская. В общем, всякое-всякое разное. Есть и попроще варианты. Тыквенная даже, кунжутная. Обалдеть. Ну, конечно же, наши приправы всякие разные. Но даже не выговорю. Что-то, в общем, такое, чего я уже не пробовала. Пасты. Ну, все такое. Магазин полезного питания.